Внимание ребята, если вы находитесь не в России, а в любой другой стране и вам нужен ключ для Windows 11, вы можете купить его на CDK Sales по ссылке в описании. А благодаря вот этому промокоду вы получите скидку 30%. Подробное видео по установке Windows 11 Pro и покупке ключа есть у меня на канале. Недавно у меня вышел ролик про возможный портативный Xbox Series. Там я разбирал возможный дизайн, выкладывал свои концепты и предполагал, какое железо прямо сейчас в нем может быть установлено, чтобы получить производительность настольной Series S. Так вот, ровно на том же железе, про которое я говорил, сейчас уже либо вышли, либо вот-вот выйдут многие игровые, да и не только игровые устройства. Смотря на их тесты, с уверенностью могу сказать, что APU Ryzen 7 8840U или даже предыдущий 7840U получились крайне удачными и лишний раз позволяют увериться в том, что если этот или очень похожий APU будет в неанонсированном пока что портативном Xbox Series, может стать весьма толковым решением. Вот сегодня мы посмотрим на устройства, которые работают на этом процессоре, чтобы понять возможности чипа именно в игровой производительности. Перед началом ролика хочу поблагодарить всех зрителей, которые поддерживают канал донатами и подпиской на Boosty. Отдельное спасибо ребятам с никами Токарькот, Баттлборг, Ликвин, Павел Агенков, Андрей. Спасибо всем вам, ребята, за поддержку. Именно благодаря всем, кто донатит и поддерживает платной подпиской на Boosty, этот канал жив, несмотря на полное отсутствие монетизации на русскоязычном YouTube на протяжении уже более чем двух лет. Так что еще раз большое всем вам спасибо, если кто-то пожелает поддержать канал, ссылка на мой Boosty и на Donation Alerts есть в описании. Напоминаю, что у меня уже долгое время готовится ролик про Steam Deck, на него потрачено уже более 47 тысяч рублей на покупку всего того, что нужно для этого ролика. Так что любая ваша поддержка будет очень кстати. Итак, прямо сейчас мы с вами можем увидеть то, какая может быть производительность у портативного Xbox Series, если он выйдет в ближайший год-два. Для этого мы можем взять тесты железок на Ryzen 8840U и Ryzen 7840U, который отстает лишь только в режиме 10 Вт, а в целом они практически одинаковые. Поэтому результаты их производительности в играх можно взять в совокупности для возможного Xbox Series P какого-нибудь. Прямо сейчас в интернете уже есть тесты недавно вышедшего 14-дюймового планшета Minis Forum V3. Это планшет, который работает на Windows 11 и подразумевается как планшет не только для потребления контента, как это практически всегда бывает с этими бесполезными устройствами, я имею в виду планшеты в целом, а именно как планшет для создания контента, то есть для художников, монтажеров, аниматоров, 3D-моделлеров и так далее. То есть это отличное устройство для профессионального использования и творчества. К слову, это первый в мире планшет на процессоре Ryzen с производительным графическим ядром. Однако, как вы понимаете, его железо позволяет нам и поиграть. Игровые тесты при TDP 18 Вт показывают, что железо этого планшета позволяет запускать самые тяжелые игры текущего поколения при Full HD разрешении примерно на средних настройках. Причем речь идет о самых тяжелых играх текущего времени, таких как Cyberpunk или та же Forza Horizon 5, например. GPD Win Mini 2023 года при нативном разрешении 1080p, то бишь Full HD, отлично показывает более 40 кадров в Days Gone, GTA V, Spider-Man Remastered и это при TDP 15 Вт. Call of Duty Modern Warfare 3 выдает 84 FPS в среднем при 23 Вт при разрешении 1600 на 900, то есть можно снизить TDP до 15 Вт и получить 60 FPS вообще без труда. Helldivers 2 в разрешении 720p при тех же 23 Вт выдает больше 70 FPS, то есть при понижении до 15 Вт я думаю, что порядка 45 FPS у нас точно будет. Также GPD Win Max 2, опять же версия уже современная на современных этих Horizon в Dead Space Remake выдает порядка 50 FPS. А One Explorer 2 Pro при 15 Вт в Forza Horizon 5 выдает на 13% больше, чем AMD Z1 Extreme, например. А недавно также уже вышла и ее можно использовать функция, которую анонсировали в январе, это AMD Fluid Motion Frames. Это технология генерации кадров наподобие той, что есть у видеокарт Nvidia, например. Но прикол в том, что это работает непосредственно на GPU и может работать с видеокарт архитектуры RDNA 2 и выше, то есть 6000 Родионы все это поддерживают и соответственно 7000 тоже. Естественно, так как мы сейчас говорим про Ryzen 7840U и 8840U, это чипы, в которых встроено графическое ядро Radeon 780M, это RDNA 3, так что естественно эта штука тоже это поддерживает. И тесты RockLi с активированной генерацией кадров показывают двухкратный рост кадров в секунду. И если в играх, где было 60 FPS поднятия, там до 100 или до 120 кадров может не так и заметно в портативном формате, то вот игры, которые могли выдавать только 30 FPS, смогут выдавать 60 FPS, это уже очень круто. Самый прикол в том, что для активации этой функции не нужны никакие патчи и модификации самих игр. Все это делается непосредственно в настройках драйвера Radeon Settings. А это значит, что все современные портативные игровые устройства смогут предлагать режим высокой производительности или режим хорошей картинки, например, при выборе вот этой функции. Странно, что этого до сих пор нет ни в Xbox Series, ни в PlayStation 5. В общем и целом, если Microsoft все-таки не откажется от идеи портативного Xbox Series, то железо для такого устройства есть прямо сейчас. Тесты показывают его хорошую эффективность, а операционная система прямиком с больших Xbox позволит играть безо всяких костылей, с настройками TDP, разрешения и прочей чепухи в играх. То есть игры могут просто сразу зашиты с нужными настройками для этого устройства. Вот и все. Скорестин струй за Фила Спенсера, чтобы он протолкнул тему. К слову, он также недавно подтвердил, что эта тема портативного Xbox действительно активно обсуждается в Microsoft. Спасибо всем, кто подписывается на Boosty. Благодаря вашей поддержке на протяжении более двух лет, в отсутствии монетизации на YouTube, канал продолжает работу. Еще раз всем спасибо. Подписчики Boosty получают контент раньше, чем на канале и без рекламы. Также иногда на Boosty выходят эксклюзивные ролики и какие-то мои статьи и мысли. А уже со второго уровня подписки выдается доступ в наш закрытый Discord сервер, где мы обсуждаем игры, компьютеры, приставки, кино, да и не только. Так что если вы тоже имеете желание и возможность поддержать канал, как эти уважаемые люди, ссылка на мой Boosty есть в описании. Там же в описании полно полезных ссылок на сборки компьютеров, ноутбуки, мониторы, мой дзен, куда дублируются все ролики на случай проблем с YouTube. В общем, заглядывайте. Алоха. 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 Алоха.